Проблема обеспеченности медицинскими кадрами – это не сосновоборская проблема, а это проблема российская и федеральная на самом деле. То, что молодые врачи после выпуска в медакадемии будут работать в частной клинике, это тоже не сосновоборская заслуга, в кавычках, понятное дело, заслуга, к сожалению, той системы, которая в медицине сложилась многие десятилетия. По обеспеченности врачами сосновоборская ЦГБ и поликлиника в ее составе находятся на самом деле на одном из первых мест в крае. То есть у нас обеспеченность терапевтами 70%, например. Мнение горожан о том, что врачей не хватает и их обслуживают медсестры, связано, конечно, с тем, что буквально год назад немножко изменился медицинский стандарт обслуживания. И чтобы попасть к узкому специалисту, сначала надо пойти к терапевту своему, и только через терапевта можно попасть к узкому специалиста. Потому что у нас же народ любит заниматься самолечением. «Я решил, что он мне к урологу, я должен попасть к урологу». Нет, пусть терапевт решит, что ты к урологу вообще, на самом деле. Может, тебе надо к нефрологу или, на самом деле, к психотерапевту, который было справедливо замечено, которого очень сильно не хватает. Между тем, проблема на самом деле есть, и проблема, на мой взгляд, состоит в том, что медицинские кадры стареют. То есть большая часть, подравляющая врачей, которые сейчас работают в ЦГБ, это люди пенсионного и постпенсионного возраста. То есть они в любой момент могут сказать, что все, надоело, хочу отдыхать. И они будут правы. Проблема завлеченности, завлекаемости, скажем так, молодых специалистов, она еще осложняется чем? Проблема, что рядом есть крупный центр, два крупных центра, это Железногорск и Красноярск, где, несомненно, обеспеченность финансовая выше. И зарплаты врачей повыше. У того же Железногорска федеральное финансирование, ФНБАшная сеть там находится. В том же Красноярске есть возможности подработки в частных клиниках. В Сосноборске этого нет, тут частные практики не развиты. Продолжение следует...